В Пенсионном фонде Российской Федерации рассказали, как и для кого вырастут пенсии с 1 января 2020 года. Индексация предусмотрена в размере 6-6%. Правда, коснется она не всех. Кого именно узнали наши корреспонденты, которые побывали на пресс-конференции в региональном отделении Пенсионного фонда. Прибавку к пенсии получат только неработающие пенсионеры, а также те люди, которые уволились в сентябре 2019 года или ранее. Как и рассказали в областном пенсионном ведомстве, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров после индексации вырастет на 965 рублей. В результате индексации повышение затронет 315 тысяч жителей Верхнего Ужья. Размер пенсии и индексация, размер увеличения, оно, естественно, будет индивидуально в зависимости от размера текущей пенсии у пенсионера. В результате индексации размер пенсии неработающих пенсионеров в Твердовской области составит 15 626 рублей. Увеличение произойдет на 965 рублей. Пенсии будут проиндексированы автоматически, никаких документов, никаких заявлений не требуется для представления органов Пенсионного фонда. Все мы сделаем, исходя из тех сведений, которые у нас есть в наших информационных системах. У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход тоже вырастет до 37 и 43 тысяч рублей соответственно. Управляющий ОПФР обратил внимание на то, что в этом году будет сделано досрочное авансирование пенсий. Пенсию за январь уже в увеличенном размере мы проавансируем, перечислим деньги в кредитные учреждения на Почту России уже в декабре этого года, 30 декабря. Это будет произведено, то есть те люди, которые получают пенсию через кредитные учреждения, уже 30 декабря получат пенсию за январь в увеличенном размере. Что касается почты, то также будет произведено авансирование выплаты, и граждане получат эту увеличенную размер пенсии за январь, начиная с 3-го числа, в соответствии с тем, как будет работать почта. При этом известно, что работающим пожилым гражданам повышение выплат ждать не стоит. Их пенсии будут проиндексированы лишь в конце лета следующего года.